Добрый вечер, уважаемые болельщики Кайрата, закончился не так давно, час назад матч-табол Кайрат, Кайрат победил 3-2 в непростом матче, поэтому мы, как обычно, выходим в эфир. Обращаю внимание, я в Кайратовской майке, тут мне родители замечания сделали, на критику реагируем, поэтому все нормально. Ну что, да давайте начнем, матч очень непростой, сложный, мы могли, как выиграть, мы выиграли, мы могли и проиграть, потому что там, конечно, потом обсудим, при счете 2-2, стабол попадает в штангу, в пустые ворота, и, соответственно, могло бы все по-другому, и настроение у нас было совсем другое, но что есть, то есть. Я считаю, где-то там нам не повезло с Адабасы, но повезло здесь, поэтому, в принципе, закон сохранения энергии в данном случае где-то работает и действует. Давайте вначале о матче, потом, как всегда, обсудим делы, что почувствовали, мы общались во время эфира, что скажете, что можете. Арман? Добрый день всем болельщикам, поздравляю с победой, как я предполагал, сезон, и, наверное, теперь уже каждая игра у нас будет такими национальными качелями, действительно, могли пропустить и третий гол, попал в штангу, а, честно говоря, при трансляции даже вскликнул гол, слава богу, пронесло. Второй гол, наверное, потом отдельно прокомментируем в наши ворота, потому что, ну, это просто... На этот момент я испытал целый спектр эмоций, которых даже очень сложно цензурными словами передать, но еще более сложно цензурными словами передать мое состояние, когда все-таки Сергеев уже в который раз, кстати, второй раз забивает у нас третий гол, третий раз забивает третий гол, именно в концовке, именно тогда вот ставит такую точку эмоциональную, точку, скажем так, статистическую в каждом матче, и что хорошо, Кирилл Сергеевич действительно может считать себя, если не гением, то хотя бы достаточно позорливым человеком, правда, был ли выбор на замену, да, кроме как Сергея, потому что там где-то 60-е минуты тоже говорили, вот все, уже надо Сергея выпускать, вот, и Сергеев как бы свое слово сказал, но отдельно, конечно, хорошие слова надо сказать о Жоа Паула, который отлично навесил на Артура, вот, мне кажется, самым главным был как раз-таки гол, когда мы сравняли, вот, во втором тайме вышли, в первом тайме, честно говоря, не получалась игра, гол в наши ворота, я из той трансляции, которую видел, считаю, что он был во вне игры, но, вот, то, что Артур сравнял, уже появилось ощущение, ну, уже не проиграем, уже не проиграем, а потом, конечно, шедевреальный гол с левой ноги в дальний угол по новоясной траектории от Жоа Паула, и как завершающий, наверное, штрих вот этого странного эмоционального матча, больше похожего такой на дикий футбол, это вот как раз гол Сергеева, поэтому еще раз всех поздравляю, и единственное, что, обращаясь к Кириллу Сергеевичу и к игрокам, низкий поклон, большой респект, но, пожалуйста, жалейте своих болельщиков, потому что переживать вот такие перепады, да, то есть там, от смерти до вознаграждения, или, как говорят, да, от плахи до короны, очень тяжело для здоровья, а некоторым даже для печени, вот, как мы и пожелали. Ну да, такое впечатление, что у нас футболисты Кайраты и тренеры-спонсоры наших аптек, поэтому не надо, действительно, Арман Крафт, пожалейте наши нервы, ради болельщиков есть и возрастные люди, поэтому продолжим и нарус, кто-то не скажешь о матче. Всем добрый вечер, я, наверное, скажу, что Кайрат в этом сезоне претендует уверенно на звание самой веселой и самой карнавальной команды нынешнего сезона КПЛ. Тот факт, что мы взяли 7 очков в трех матчах, в трех тяжелейших матчах, ну, давайте честно признаемся сами себе, мы о таком даже не могли и мечтать. Вот, в предыдущих роликах мы говорили, 4 очка, 5 очков будет за глаза, а ребята уже перевыполнили план. Впервые Кекер одерживает победу в одном сезоне над Останой и над Табулом, что тоже является важным фактором для нашей команды. По самой игре, в первый тайм я не особо внимательно посмотрел, но, в принципе, он был неудачным в исполнении нашей команды. Игры в первом тайме, может сказать, фактически не было, и полностью согласен с Арманом, то, что все кардинально поменялось после того, как Артур сравнял счет, что лишний раз показывает, что наша команда, как молодая, зависит от эмоций, необходимы такие вот моменты, такие эпизоды, и Артур проявил лучшие лидерские качества. После пропущенного гола второго ошибки Устеменко, конечно, пропала надежда. Я уже, когда вел там трансляцию, писал то, что фатальная ошибка, то, что потерянная победа. Я не верил, что команда сможет забить третий, но, к счастью, игроки опровергли это. Поэтому, безусловно, очень счастлив, поздравляю всех с победой. Готовимся к матчу с Актубе, и моя единственная просьба нашим игрокам, я уже им это также высказал в Инстаграме, пожалуйста, почаще побеждайте дома. Победа в гостях – это прекрасно, но мы тоже хотим радоваться вашим победам на центральном стадионе. Сейба и Нарус, ну да, интересная достаточно бывшая игра, все высказались. Вот хотел бы прям показать нынешнюю турнирную таблицу. Сейчас Кайрат пока на третьем месте стоит, но Астана выигрывает 2-0. Парда Бацейский, если выиграет, тоже он будет выиграть у нас. Соответственно, мы, скорее всего, останемся на пятом месте, но уже на 4 очка отрываемся от табула. И, в принципе, вот следующая игра с Актабе будет очень важная. Играем дома. В принципе, Актабе неплохо играет. Вот, вот, отметьте, что самая результативная команда – это Актабей и Кайрат. Ну, Актабе просто 20 забитых и 9 пропущих, у нас 19 забитых и 12 пропущенных. Соответственно, это вот две такие самые атакующие команды, многобьющие команды. И если мы их победим, мы их обойдем, но будет очень непросто, соответственно. Ну, что-то, тогда давайте потихоньку перейдем к разбору голов, как мы уже привыкли. Вот сейчас первый гол в наши ворота. Соответственно, начало матча, десятая минута идет. Контратака. Проваливаемся мы по защите, по левому флангу. Там уже, как говорится, было дело техники. Но действительно, вот есть какое-то ощущение, что было вне игры. К сожалению, не показали нам этот ракурс сейчас, если получится как-то этот, поймать этот момент. Ну, тут уже пошел, сложно сказать, но что скажете? Мне кажется, вот принтскрин, который был до этого, в течение трансляции, которую мы делали, он показывает именно с того ракурса, с которого принтскрин был. И, в принципе, во время трансляции у меня было ощущение, что именно игрок, который делает передачу, вот именно на правом фланге, он находился вне игры. Потому что тот парень, который забил, Жумашев, он как бы, с ним все нормально, он находился по позиции, все отлично. Вот, да, именно в момент передачи, потому что если смотреть скриншот, то видно, что там два наших защитника, они, там даже по теням видно, что они находятся дальше от ворот, чем крайний нападающий или там крайний фланговый игрок Табола. Ну, у меня было такое впечатление, возможно, я ошибаюсь, там действительно все от ракурса зависит, поэтому это такая ситуация. Но, так или иначе, Табол очень четко играл на контратаке в первом тайме, разбивал наши атаки. Наши, вот, кстати, до вот этого гола очень хорошо играли и контролировали игру, но потом, вот все, у Табола типично было, они забрасывают на фланг, все, и там скоростные ребята убегают и стараются делать прострелы штрафной. Это сохранилось и на втором тайме, в этом плане. И, честно говоря, напрягало, я вот у себя сделал выписки, наверное, потом обсудим, да, то есть у меня Касабулат по итогам двух игр, да, то есть там плюс-минус, плюс-минус. Ткаченко два плюса, жаль, что травмировался, да, очень хорошо он был. Кургин плюс-минус-плюс, да, но в этой игре плюс-минус, потому что играл он очень так нестабильно, часто через его фланг проходили, вот здесь тоже гол, как бы, отчасти на его совмести. Ну и Стеменко с Крочковским тоже, ну и Стеменко там все по минусам, вот Крочковского плюс-минус, плюс-минус. То есть первый гол, он был, казался нелогичным, но кто как его забил, Табул, это было все очень правильно. Перевод на фланг, все, человек убежал, прострелил, все, свободный забил. Наши не успели ни перестроиться, ни вернуться. И, кстати, потом в течение матча, если вы посмотрите, очень часто наши не успевают возвращаться. Только Сабулат, четвертый номер, впереди застрянет в полупозиции, то Кургин застрянет, и в итоге у нас фланги постоянно пропадали. Связано ли это с отсутствием опыта, черт его знает, но такое впечатление, что в некоторых случаях просто бывает, пацаны не видят дальнейшего развития микроэпизода, поэтому допускают эти ошибки. Так что гол Табула, я считаю, полностью закономерен, закономерно забили. Ну, у нас, мне показалось, после замены Ткаченко вышел Сейдахмед, и мне показалось, что мы перестроились на игру, потому что Сейдахмед больше был впереди. Ткаченко тоже активно шел впереди, но все-таки мы играли пять защитников, но мне показалось, что потом как раз Татьяна Касабулат стал правым защитником, мы начали играть четыре защитника. Возможно, это было по позиции Хейли Паветин, но, по крайней мере, так показалось. Ну, давайте ответный гол Артура посмотрим. Тоже наши здесь прессинги немного перехватили, отобрали. Правильно очень перевели мяч на правую планку. Отмечу предголевую передачу ключевую Сейдахмеда, потом Касабулат. И Артур здесь использует свой рост очень правильно и хорошо. То есть, фактически, нечасто Артур забивает головой, но здесь он так все сделал правильно. Не знаю, чем там возмущался тренер Табола. Гол чистый. К чему там какие претензии? Не пойму. Гол был абсолютно чистый. Он на обережение в каждом эпизоде сыграл. Артур просто великолепно исполнил. Жоа Паула подача. И я хочу отметить Сейдахмеда, потому что вот он вышел, и видно была заряженность у него на борьбу. То есть, вы если посмотрите, он в дальнейшем там пластался, ускорялся, делал все, что угодно. Но пытался и фланг перекрыть, и обострять. Я считаю, что сыграл он очень полезно. Может быть, не сильно эффектно, но полезно. Он очень сильно связал фланговую активность Табола в данном случае. Артуру отдельный респект. Я считаю, что вот как раз-таки он данным голом многое переломил. То есть, наши ребята поверили, что не все так плохо, что можно и отыграться, а то и победить. И вот второй гол, наверное, был квинтэссенцией перелома психологического, который у команды возник, на мой взгляд. Когда Жоа Паула садил слева, непросто великолепно. Согласен. И нарус, что искажешь? Ну, могу только похвалить Артура, потому что гол был забит в очень нужное время для нашей команды. Последний матч, необходимо признать, Артур отыграл не лучшим образом. Появились какие-то сомнения по поводу его формы. Но нет, Артур доказывает, что он на данный момент один из лидеров нашей команды. Что, собственно говоря, этот гол и продемонстрировал. Поэтому молодец, гол чистый. И после этого гола как раз-таки команда взбодрилась. Команда стала активнее атаковать. Что, собственно говоря, и вылилось в нашу итоговую победу. Поэтому этот гол имел в этом матче, как по мне, решающее значение. По-моему, все согласен. Здесь вся комбинация, все получилось очень хорошо. И очень нужный гол. То есть это была 54-я минута. То есть фактически начало второго тайма. Как мы сказали, первый тайм команда сыграла не лучшим образом. И поэтому этот гол был очень нужен. Но затем, как мы все правильно сказали, что команда наша активизировалась. Перехватил инициативу. И здесь уже фактически на контратате. Перехват опять играет. Хорошо играет Крачковский. Переводит. Ну а дальше уже исполнение Паула, как говорится. Тут уже мяч, наверное, не берущийся. Уходящий от вратаря. Слева. Ну, Паула это умеет. Все это знают. И тут зародилась надежда, что у нас все будет хорошо. Вот, действительно, движение Крачковского, его пас. Он уже, по-моему, в последних трех играх отдает такие пасы интересные. То есть когда выводит человека на удобную ударную позицию. Помните и гол Сергеева в Астане. Вот сейчас. Единственное, что в прошлом году он был один из моих, скажем так, открытий. И вот мне до сих пор больно, что у меня такое ощущение, что все-таки он еще свою форму не набрал. Я желаю ему быстрее эту форму набрать. Потому что если он будет в форме, если появится та его фирменная резкость прошлого сезона и работоспособность, когда он в беговой объем делал такой, как, наверное, две команды вместе взятых, то мы можем получить игрока там, ну, если не мирового, то очень хорошего среднеевропейского уровня. Тем более у пацана еще все впереди. Так что если ты меня слышишь, дорогой, пожалуйста, все. Желаю всяческих удач. Пожалуйста, быстрее набирай форму и помогай и Паула, и Артуру, и кому бы то ни было, и тому же Славке Швыреву. Кстати, надо отметить, Швырев, несмотря ни на что, да, тоже был так же активен, так же напрягал оборону. Но, к сожалению, там в двух эпизодах у него не повезло, что послужило причиной так несколько, скажем так, юмористического, статистического содержания комментариев с моей стороны. Но еще раз, Вячеслав, большой тебе привет, респект. Желаю, камлаю и даже предсказываю, что свой гол в матче с Актобе ты забьешь и еще отдашь еще одну голливую передачу. Вот желаю, чтобы это случилось. Однозначно. Вот здесь следует отметить, что перехват Сергеева вот здесь, вот именно он здесь перехватывает мяч и отдает уже эту точку. Выход Сергеева очень важен для нас, очень важен. Ну, касаемо Крачковского, мне кажется, он уже постепенно приходит в форму. Может быть, где-то еще ошибается во время матча, всякое бывает. Но во втором и в третьем голах он сыграл очень важную роль. Можно сказать, он выдал и в третьем голе голевую передачу. Поэтому я тут немножко позволю не согласиться. Все с Антошкой прекрасно, все с ним хорошо. Поэтому, ну, также желаю ему продолжать прогрессировать. Касаемо Сергеева, ну, это показывает то, что это один из самых удачных трансферов Кайрата. Превосходный игрок прекрасно себя проявляет. Поэтому на месте Скара Исимова надо отправлять благодарности руководства у Питерского «Зенита» за столь хорошего игрока. Да, кстати, Оскар Исимову мы передаем привет. Большой респект, потому что команда выступает в три раза лучше наших ожиданий. И надо признать, что селекция, да, там есть еще и замечания. Ну, возможно, мы просто такие люди, которые видят, где нужно еще улучшить. Но, по крайней мере, то, что сейчас команда показывает перформанс гораздо выше, чем ожидают от него все, это дает большой комплимент и тренерскому штабу, и руководству команды молодцы. Вот на данном этапе пока все сделано правильно. Ну да, переходим теперь уже к немного печальному эпизоду. То есть, вот видите, пошла последняя минута основного времени, игроки держались, отбивались. И тут, как говорится, нежданно-негаданно произошло из ничего. То есть, вот игрок просто смещается с фланга, ничего нет, не сильно. Навешивает. Угленту навешивает. И здесь, как говорится, Устеменко ужасно играет. Ну и два защитника, ну, Шестакова там можно было, как говорится, удержать. Но не смогли, вдвоем не смогли. То есть, вообще из ничего, то есть, у Устеменко огромные вопросы на протяжении всего сезона. И Гол, ну, как и на распространстве, мог перечеркнуть все. То есть, мог все перечеркнуть. То есть, к чему такое было это? Ну, переведи через перекладину и все. Зачем это? Ну, и Арада, и, как говорится, и Курдина, Чесноков. То ли перевесел, то ли что еще. Мне кажется, он руками опирался. Возможно, даже нам надо было гол отменять. Нарушение правил было. Ну, опять-таки, будем все сходить. Да, да. Там и привезли. Там и привезли. Да. Ты привезли сами, ну. То есть, очевидно. Опять-таки, если бы Устеменко отбил бы мяч, да, за линию ворот его перевел бы. Или давай в поле там выбрасывай, либо фиксируй. Потому что такое ощущение, что было, что, в принципе, он мог бы и зафиксировать, да, этот мяч. Но вот этот привоз или что, я не знаю, из-за чего это, да, чрезмерная уверенность, желание сыграть красиво на публику. Но вот если бы наши не забили третий, то мы бы потом жалели, говорили, вот уже которые три очка упускаем там по вине фактически молодого вратаря. Инарос, как ты думаешь? Ну, как и говорил во время нашего эфира, разговора с вами, такой мяч, наверное, можно спокойно ловить в руки. Я не знаю, для чего так прыгал Устеменко. Такие прыжки, такие падения только от ударов, сравнимых, как с тем, который пробивал Жоан Паула и в итоге упал в перекладину. Вот если бы от такого удара он упал, я бы никаких вопросов бы не задал. Здесь, мне кажется, необходимо было ловить мяч прямо в руки. Но справедливости ради можно высказать претензию защитникам, которые такое ощущение как будто не заметили надвигающегося игрока до бола. Можно говорить о том, что было нарушение, не было нарушение. Это не имеет никакого значения. Просто вот небрежно сыграла оборона в этом моменте, в том числе и вратарь, что могло перечеркнуть все наши старания. К счастью, не перечеркнуло. Ну, вот такое ощущение просто получилось, что Даня не ожидал удара такого, что оттуда там ударят, полу навесят. Вроде как бы перелетал, но ему здесь должно было хватить роста, не знаю. Ну, вопросы есть. Ну, и здесь, я говорю, вдвоемка. Ну, Чеснокок не выше, не Курдина и не Арадовна. Ну, удержать его можно было. Ну, мне кажется, что таки никто не ожидал, что Устеменко так отобьет. Вот у меня такое ощущение, извини. Ну, это, да, это, скорее всего, именно так и есть, потому что там видно и Васин смотрит просто, что мяч летит прямо в Устеменко. Ну, как говорится, что от тебя ничего, как говорится, не требуется. Ну, переведи, если ты не можешь поймать. Но, к сожалению, после этого действительно у нас была, скажем так, как мы в одном чате общались, и вопросы были, что, ну, Устеменко будем сильно критиковать, но Устеменко должен очень сильно благодарить своих игроков полевых, потому что вот уже, как видите, идет добавленное время, заканчивается третья добавленная минута. Старший, они нашли в контратаку, которая там потихоньку позиционно идет. И здесь, смотрите, вот опять же, как Сейдархмед, все правильно делает Сейдархмед. Прямо Сейдархмед за этот эпизод хочется прям хвалить и хвалить и хвалить. Не только по всему матчу, но конкретно за этот эпизод. Вот он все, смотрите, как он делает. Вот он вроде бы в начале часа показывает, что будет делать передачу под Качковский. Собрал защитников, да. А потом раскачивает защитника и делает вид, что бьет. Вот он здесь показывает, что будет бить. То есть Амтоха в это время прорывается. То есть он здесь все как делается в такой трайвинг. То есть все отдал, все сделал вовремя. Он просто только аплодировался. И так сильно заматерял в последнее время. И за этим только респект. Ну а дальше просто пошел случай. Качковский дал. И там в суматохе лежа Сергеев уже, как говорится, положил. И там все. Это, кстати, говорит об очереди здоровой психологической конституции Сергеева. Как игрока и человека. Говорят же, здоровая спортивная агрессивность, здоровая спортивная наглость. Что пойду, добью, доборюсь. Вот этого очень часто не хватает зачастую казахстанским спортсменам. В нашей сборной в последнее время Магомед Адиев это привил. И вот я очень рад, что у нас появился такой игрок, который пытается из микроэпизодов. Я бы назвал его даже, это называется хоккейный инстинкт. Абсолютно хоккейный инстинкт. То есть на добиваниях, на подстраиваниях клюшки. Вот эти все вещи. Но вообще контратака развивалась великолепно. То есть очень хороший пас Сергеева, как он развернул, дал на Сидахмета. Потом Сидахмет просто двумя финтами, двумя движениями. Во-первых, собрал защитников, грубо говоря, по одной линии справа от себя. Ложный замах, удар. И не могло не закончиться голом. И закончилось просто чудесным, даже не спасением, наверное, а просто возблагодарила футбольная судьба. Именно за желание победить, за вот эту волю к победе конкретного игрока Сергеева. Вот я вот так считаю. Ну и всех других игроков. Но вот он здесь проявил то, что называется воля к победе. То, чем, кстати, славятся, наверное, больше игроки западной школы. Поэтому большой респект, Сергей. Большой респект. Ну, обращу внимание, что атака развивалась довольно медленно. Что говорит о том, что уже из последних сил команда атаковала. Но в очередной раз отмечу, у этой команды, у Кайраты, есть характер. И есть просто какая-то несгибаемая воля к победе, сравнивая с предыдущими сборками нашей команды, которые были в разы сильнее. Но в решающий момент их все-таки не хватало. Не хватало характера, не хватало стремления добить, затолкать мяч в ворота. Поэтому, если можно как-то охарактеризовать эту команду, да, плевать, что нас считают слабее, мы духом сильные. Вот я бы так сказал. Согласен абсолютно. Им никто не может помешать, ни вот эта группа игроков, тоже в белом, да, из семейства Кантончиковых. Так что вот все нормально. Сергей действительно отличный джокер последний. Он либо забивает, либо отдает пас. Отдает и забивает, и отдает пас. То есть, как говорится, тут уже получили очень хорошего игрока. Единственное, получается, хочется его видеть с начала матча, но, видимо, не с лидерами, потому что с лидерами, как мы уже отмечаем, что фактически получается у нас Петер играет в пять защитников. Он выбрал такую схему, что с лидерами будут играть в пять защитников. И, видимо, в октябре, скорее всего, в следующий наш матч, это все продолжится. Получается так или вы считаете иначе? Нет, кстати, вот он, как говорят же, там нашел свою ноту, нашел некий свою эффективную модель. И дай бог только, чтобы не застыть в тактической заскорудлости, чтобы иметь и план Б, и план С. Потому что пока мы играем по плану А и АА+. Должно получаться в рамках заданных моделей, стандартов. Пока получается. И мне кажется, то, что хорошо играем против лидеров, это как раз говорит на настрое, потому что все-таки и Ордобасы, и Астана, и Табул очень мастеровитые команды. Из них разница, что только Табул привычно играет вторым номером. И, на мой взгляд, здесь я сейчас стал более, не то что оптимистично, более, скажем так, гладко смотреть на матч с Ак-Тубе, потому что если они будут играть тоже во владение, можно с ними сыграть в тот же сценарий, как с Астаной играли. Поэтому надеюсь, что там будет как минимум ничья, и в данном случае 8 очков – это ровно в 4 раза больше, чем даже мы предполагали. Мы предполагали, будут всего лишь там 2 ничьи, дай бог, и даже 2 поражения, пусть молодую команду не выбьет из седла. А тут сейчас есть шанс замахнуться и на первую четверку, при прочих равных даже в тройку можно войти. Но хотя все равно по ресурсу, по составу, я чувствую, что все-таки 4-5 место не будет для Кайрата большим провалом. Но сейчас остановить мгновение – это прекрасно. И вот в данном конкретном мгновении времени Кайрат создает чудеса, и хотелось бы пожелать, чтобы эти чудеса продолжались там, где мы не можем вытянуть своими силами. Может быть, там футбольный бог над нами смилостивился и отдает молодой, но дерзкой команде то, что не мог отдать, либо попридержал более мастеровитых, более таких маститых игроков. Поэтому желаю только в данном случае победы. Ждем матча с Актобе. Ждем матча с Актобе. Действительно, хочется, чтобы зрители пришли. Надеюсь, придет как минимум хотя бы не меньше, чем с Актобасы, а может быть и больше. Потому что команда сейчас нуждается в этой поддержке. Команда показывает, что она может бороться. И поэтому эту команду действительно надо поддержать. Еще хочу вернуться у нас. Мы не делали эфиры на Кубок Казахстана, но сейчас как раз можно вкратце обсудить. Напомню, мы прошли Аджаик, и поэтому у нас впереди матчи с Атрау, и Кубок Казахстана. По нашей сетке я посмотрел, вроде бы все неплохо. Там если, дай бог, пройдем Атрау, там Шахтер впереди вроде маячит. То есть до финала, где там в финале будет, может быть, Астана или Ардебасы, они, скорее всего, выйдут в полуфинал. По крайней мере, рисуется другая часть сетки. То есть Кубок – это неплохой шанс. Инар, что скажешь? Далеко забегать все равно не буду. Ну, конечно, победы повышают настроение и увеличивают нашу уверенность. Однако надо все-таки здраво оценивать возможности нашей команды. Что касается Кубка, наверное, необходимо за него бороться как за альтернативную возможность. У нашей команды в этом году есть большое преимущество перед лидерами. Нет еврокубков. Поэтому есть возможность сосредоточиться на внутренних турнирах. Ожидаю от команды борьбу за четверку-тройку в чемпионате. И если что-то пойдет не так, Кубок должен стать именно вот этой соломинкой, которая спустит нашу команду. Я думаю, ей по силам побороться за победу в Кубке. Ну, а в чемпионате от матча к матчу следовать. Что касается игры с Ак-Тубе, я хотел тоже сказать. Я не думаю, что как-то план сильно поменяется, потому что тактика работает. Может быть, будут какие-то минимальные косметические изменения. Но предположу, что будет много болельщиков. И для наших ребят это будет полезно. Им надо привыкать играть при полном стадионе. Пока что возникает ощущение, что они немножко нервничают, когда много болельщиков приходят, вспоминающие прошлогодний матч с Кишвардой, когда команда вроде бы неплохо играла. Собрался полный стадион, и ребята как будто испугались этого фактора. Поэтому надо поддерживать нашу команду, а игрокам просто привыкать к тому, что болельщики будут за них болеть всегда, будут их поддерживать. Поэтому надеюсь на лучший исход в следующем матче. Очень хотелось бы. Поэтому еще раз призываю болельщиков прийти на стадион и поддержать команду. Эта поддержка нужна будет. Тем более, я думаю, игроков особо настраивать на Ак-Тубе не нужно будет. Это принципиальный соперник, в составе которого играют и воспитанники нашего клуба. Арман, там ты какие-то выкладки хотел нам показать, продемонстрировать. Да, честно говоря, не успею, но если смотреть по кубку, да, игра была. Вот я во время игры на кубок, и вот сейчас, кстати, первые несколько, даже минут первого тайма, было ощущение, что что-то с физической формой, то есть может быть небольшой спад, поэтому я надеюсь, что через игры в кубке, да, то есть особенно резервистов, когда будут выпускать, все-таки дадут отдохнуть и основному составу после игры. Так что я думаю, что кубок нам нужен в этом году. То есть это вот прям великий шанс попасть в зону Еврокубка в следующий год. Поэтому от кубка не надо отказываться. Но это как бы мое мнение. Нет, от кубка, конечно, отказываться не надо. Кстати, тут в этом даже никаких вопросов нет. Это наиболее простой, короткий путь в Еврокубке, и поэтому, конечно, надо бороться. Тем более, что у нас, как оказывается, там, отрав нам сильно помог, убрал с дороги Октабе. Если бы, кстати, Октабе прошел, у нас с ними в мае прям была бы заруба, состоящая из трех матчей. Там в мае и июне, наверное, было бы тяжело с таким лидером играть. Но отрав нам помог. С отрав можно бороться. Как первый матч показал, что мы можем с отрав играть. Тем более, на двухматчевое противостояние будет. И поэтому будем надеяться, что и там, и там будет какая-то преуспеет. И в Кубке, и в чемпионате, тем более, правильно Инарос заметил, что у нас нету Еврокубков. То есть у нас достаточно будет свободный игрок. И поэтому на это будут силы. И будем надеяться, что молодая команда будет только прибавлять. Тут мы обсуждали во время матча. Видите, все-таки опытных игроков. У нас заехали 23 игрока. Нам нужно будет два опытных игрока, Арман. Уже об этом обсуждали. Какие позиции, ты думаешь, нам неплохо будет? Защита все равно. Потому что Касабулат, у меня постоянно в каждом матче плюс-минус, плюс-минус. Он сочетает в себе как бы неплохие действия, так и с откровенными провалами. Плюс к тому же в полузащиту до сих пор ощущение такое, что не хватает человека типа Косовича, либо типа того же Исламхана. То есть человек-распасовщик, который бы в принципе научил бы. Иногда Садыбекову не хватает опыта, хотя потенциал большой. Иногда такие пасы выдает. Ульшин тоже выдает классные пасы. Крачковский. Но им не хватает опыта. Либо именно опыта взаимодействия, обыгрыша в таких тяжелых комбинациях, сложных, нетривиальных, которые может создавать мастер. И вот ты когда с ним играешь, ты потихонечку этот понимание, этот динамический стереотип впитываешь, воспитываешь в себе. Не просто так говорить, что научиться надо у мастера. Это как бы не голословно сказано. Поэтому вот какого-то мастера, я даже не знаю откуда, может быть, посмотреть чемпионат Узбекистана. Вот сейчас очень много с Белоруссии едут. То есть там в Армении посмотреть. Ну, скажем так, в странах есть. В России, да, я думаю, что сейчас, учитывая последние события, тоже могут появиться игроки, которые согласны приехать. Прям вот нужен опытный, хороший диспетчер-треквартистов вот прямо вот именно в зону под нападающим. Потому что тогда, я думаю, что наша группа нападения в лице того же Жао, Артура, либо Швырева будет еще более эффективной. Если у них будет очень хороший подносчик снарядов, тем более, который впереди сможет и мяч поддержать, и темп атаки, скажем так, изменять. То есть это снизит резко нагрузку и на защитников, да, и на опорников, которые у нас достаточно молодые. Поэтому я бы двух человек вот тому же руководству клуба порекомендовал бы поискать. Прямо поискать. Может быть, за счет обмена того же Аллы Кулова, которого, я не знаю, мне кажется, уже песенка спета, да, то есть там его плюс какая-то доплата там поменять, но найти игрока именно вот. Такого же, как Жао Паула, не надо бояться возраста. Грубо говоря, если у нас аналог Жао Паула в полузащите будет, команда может претендовать даже на тройку. Васян и Нарусал. У тебя какое мнение, как бы нам усилиться в летнее окно? Или кого-то... Попотецем полностью согласен с Арманом. Считаю, что да, для усиления обороны. Плюс во время разговоров часто замечаем, что Кайрат все-таки плоховато держит мяч, частенько его теряет. Мне кажется, что да, необходим даже в какой-то степени дед. Наверное, как ментальный лидер, хотя у команды все с этим прекрасно, все нормально. Но вот такой игрок, который в нужный момент подуспокоит ребят, потому что еще возникают такие вот всякие ситуации, когда ребята вроде бы нервничают, возникает какая-то паника в нашей штрафной. Нужен такой вот игрок, который сможет ребят успокоить, сказать, что все нормально и способен держать мяч. Потому что это на данный момент главная проблема нашей команды. Аллы Кулов полностью согласен. Все, песенка спета. Надо уходить. Тоже согласен. Получается, если Аллы Кулову не выпускают в основанный кубок, он даже не выходит на замену на чемпионат. Хотя, по идее, с его качествами он, наверное, мог бы там как-то усилить. Но у него не получается. Да, согласен. Лидер нужен. Я бы даже сказал, какого-нибудь там... Если бы Аршавина можно было бы лет на 8-45 это омолодеть. Он бы прям идеально в эту команду влился. То есть он же там даже тем игрокам показывал прям во время игры ты иди туда, ты иди сюда. То есть работал фактически играющим тренером. А для молодежи, наверное, это вообще было бы идеально. Поэтому если бы такого игрока найти, ну, не знаю, если бы в России смотреть, может быть, уровень Душакова, который там, конечно, то тоже там не ангел, там у него тоже есть какие-то там к нему вопросы, но вот он ментальный лидер, вот и все. Вот он лидер, от которого буквально прет уверенность. Такие игроки, наверное, не знают. Скорее всего... Я, честно говоря, не знаю, в какой форме находится Рохер Канниас, но по моему мнению это человек, победавший столько в нашем футболе и поигравший за границей. И для нашего футбола это действительно выдающийся игрок. Мне кажется, вот его можно было попробовать пригласить. Даже просто, чтобы посидел на скамейке, выходил. Игру он точно не испортит, а ребятам, нашим молодым, очень многое может рассказать и показать. По моему мнению, это был бы очень хороший трансфер. Да, тоже согласен. Если бы он согласился из Шахтера уйти, то его бы лишил. Может быть, его могли использовать, но у нас потихоньку все заканчивается, около минуты остается, поэтому еще раз всех с победой. Сегодня порадовал. Будем ждать матча с Октабе и, соответственно, надеяться только на лучшее. Потому что, ну, очень неплохо по очкам смотрится, по крайней мере. Я вообще говорил, что одну очку будет, это очень хорошим результатом. Ну, Кайрат уже, как говорится, все эти прогнозы перекрыл. Перекрыл, поэтому спасибо еще раз за эфир. Болейте за Кайрату. До встречи.